Я сейчас скажу, почему. Привет, друзья. Потому что это разговор века. Это просто будет потрясающий разговор. Я вас застал врасплох, чтобы вы не собирались готовиться там, что сказать, как сказать. Потому что это очень важно. Надо уже пора спасать человека. Пора спасать человечество. Потому что как раз таки, Володенька, то, чем ты занимаешься, чтобы человек был не эгоистом, а альтруистом, и то, что занимается Николай, это как раз таки он собирается, чтобы самые позитивные качества человека и общества синергировать. А ты, Володя, как раз синергетикой занимаешься. Ты как раз меня познакомил с синергетикой. И ты самый главный сотрудник Института философии, доктор философских наук. А вот Николай Сорокин, вот вы сейчас поговорите. Николай Сорокин там тоже делает всякие интересные вещи. А я как раз сейчас занимаюсь энергоэкономикой личности. Потому что, оказывается, если человек находит действие синхронное своему индивидуальному состоянию, у него снимается стресс, и он может переводить стресс на решение своих задач, которые раньше для него казались недоступными. И он развивает у себя человечность. Да, это очень интересная вещь. Но давайте мы это просто обсудим. Володя, тебе слово. Скажи что-нибудь. Долго я, значит, действительно, я сейчас занимаюсь тем, что называется теорией, концепцией, парадигмой сложностности. Или это синергетика 2.0. Вот, синергетика 2.0. Значит, вот это ты все время, понимаешь, мне, чтобы найти контакт, чтобы здесь включить себя. Ты действительно меня в Ростов застал. Ну да, я специально так сделал. Значит, ну, я даже не знаю, с какого конца начать. А ты говори, как тебе нравится. Никаких проблем здесь нет. Ну да, да. Слушатели очень замечательные люди. У нас школа человек будущего. Homo futurus. Да, да, да. Человеческая атмосфера общения, неконкурентный диалог, синергетические встречи. Мы все вместе и ищем истину. Ну да, да, да. Дело в том, что это парадигма сложностности, о чем я говорю, это значит, тут как раз не то, что там, так сказать, вот мы, ну, наверное, такой сюжет. Вот сейчас я отталкиваюсь от твоего речения, что мы живем в эпоху неопределенности, как нам работать, неопределенности. Мы находимся в середине, в шторме, так сказать, вот этих... Точки бифуркации, да. Точки бифуркации. От нашей личности зависит, от каждого. Да, да. Таких глобальных изменений, трансформаций я сейчас не буду, я в политику не буду входить. Мы не политический канал, боже мой. Да, мы не политический канал, значит. Суть в том, что здесь требуется, конечно, выходить на новый способ мышления, новые осмысления. И самое главное, хорошо, значит, самый существенный момент, значит, можно говорить про вызовы, цивилизационные вызовы, тогда я перейду на такой космологический масштаб. Значит, два вызова, вот, ну, вызов повседневности, которые связаны с пониманием человека, значит, переосмыслением человека и, значит, переосмыслением, вот твой сюжет человечности, что нужно создавать науку о человечности. Я хочу подчеркнуть науку о человечности, потому что о человечности говорят все религии. Нет, ну, да, да. Надо именно науку создавать. Почему? Потому что там именно нужно по научным критериям любовь, сопереживание, сострадание. Вот это все надо по научным критериям, чтобы все люди понимали одинаково. Потому что разночтение этих понятий, разные толкования создает и войны на Земле, да. Ну, да, 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 да. Ну, вот, так вот, вызовы, значит, тут я, поскольку во многом, значит, и с западной литературой там общаюсь, значит, вот со всякими там трансфеты самые, институт интегральных исследований в Лос-Анджелесе и так далее, и так далее. Ну, и с нашими, естественно. Значит, здесь, что важный момент, значит, человечество столкнулось с двумя принципиально фундаментальными вызовами. Первый, значит, это называется как раз, это экологический вызов, который суммарно, интегрально называется эпоха антропоцена. Когда человек стал, по-вернадскому, действительно стал геологической силой, действительно люди стали, человек, овладевая вот этой идеей, овладевая господственной природой, овладение природой, привела, значит, к тому, что, значит, природа дает нам сдачи, грубо говоря. Ну, это правильно. Ну, я думаю, знаешь, как, Володя, дело в том, что человек не потому, что он пытается овладеть как конем, а дело в том, что пока он кнопками не наиграется, потому что между усилием и результатом связь сокращается, и он пока не обследует этот компьютер экологически, он будет, безусловно, тыкать пальчиком, как ребенок. То есть, мы находимся еще на стадии детской эволюции. И поэтому, пока себя не загробим, пока шишек не наберем, это поэтому все происходит. Я извиняюсь, что я перебиваю. Да, давай. Да нет, конечно. Как раз по делу, да. Да. Вот. Мы очень заняты, через час звоните. Да, 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 да. Я сейчас два, как вот я сейчас статьи, которые пишу на эту тему, я просто зачитаю. И второй вызов – это то, что называется вызов, связанный с искусственным интеллектом, обобщенный. То есть, понимаешь, оба эти вызова ставят, значит, вопрос, так сказать, именно о человеке. Первый, значит, что человек, изменяя природу, грозит, исчезнет. То есть, вопрос, так сказать, о конце, о человеческой цивилизации. И искусственный интеллект тоже ставит проблему, так сказать, тут говорят, тут биороботы, роботы выясняют человека. То есть, проблема человека становится центральной. Какое будущее человека, значит. Вот. И здесь две, значит, два вектора обозначаются, я современную. Это постгуманизм и трансгуманизм, так сказать. Постгуманизм – это как раз, вот я сейчас тут писал рецензию на статью одну, значит. Это постгуманизм, значит, как раз связан с идеей, так сказать, мирения человека с природой. То есть, вот человеческое, вот то, что ты говоришь, значит, вот эта человекомерность, идея, значит, нового диалога человека с природой, нового контакта человека с природой. И нового, значит, здесь я вот староплюсь как раз выйти, значит. Вот Николай тут, он и сейчас, он его и осмотрит. Он там, наверное, сидит и слышит, все, наверное, слышит. Я не исчез, я возле подъезда сижу, у нас дождик идет, с пляжа иду. А понятно. Я как раз хочу сказать параллельно с Ошиновым, что как раз-таки создание искусственного интеллекта по всей видимости тоже закономерно, потому что человек создает себе конкурента для того, чтобы лучше разобраться, а что же он, в отличие от этого своего же конкурента, который может сместить его с рабочих мест, что же он из себя представляет для того, чтобы процесс эволюции продолжался. Самоопознание, самосознание, чтобы развивалось. Когда он в конкуренции с искусственным интеллектом, он начинает сам себя исследовать. Что же у него есть такое, что отличает его от всего? Я считался быстрее. У нас сейчас первая встреча, знакомство. Я хотел бы, ну, вы нам поможете обменяться контактами с Владимиром Ивановичем Маршиновым. У него фамилия замечательная, метрологическая. Ну, человек мера всех вещей, как сказано в древности. Он же Ашлинов, да. Владимир Иванович. Он же принес, он же как раз был главным редактором книги «Уроки мудрости». И он меня знакомил с академиком Пригожиным, который как раз-таки с энергетикой. Мы тогда вот, Володенька, помнишь, я еще на Свеблове жил, мы ему туда звонили по телефону в Америку, потому что лауреат Нобелевской премии, академик Пригожин, жил тогда в Америке. А Володя как раз-таки меня еще потом знакомил с Институтом философии. И Володя приходил ко мне в гости на Таганку, где я работал в Центре защиты от стресса, с академиком Степиным, который был директором Института философии. И потом академик Степин подписал письмо, где мои работы не только практические, но и теоретические, очень интересные в плане порядок хаос. Порядок хаоса. Значит, можно два словечка ставить? У нас действительно вот такая рабочая встреча на базе научной школы «Хомофутур» с «Человек будущего». Мы тут взяли четыре направления. «Человек будущего» – это человек творческий, человек интегральный, человек ноосферный и человек космический. Да, и самое главное – человек хороший. Человек хороший. Ну, это одно, другое не противорит. Как наш ноябрь говорил академик технологических наук, который меня привел в эту академию тоже, он говорил, что все состоит из фотонов, из света. А я потом говорю, поэтому хорошие люди, они светлые. То есть это максимальная реализация потенциала фотона. Хосай Магомедович, я сейчас вам в двух словах докажу, что хорошо и плохо – это, по сути говоря, одно и то же, и можно рассматривать с точки зрения этимологии. Я скажу, хорошо то, что работает на логику жизни, и плохо то, что работает на логику смерти. Да, извините, я сейчас вас, как говорится, в новый ракурс, новую призму мышления включу. Значит, хорошо – это означает целостный, полный, интегральный. Значит, хорс – это круг. А плоха – это по-древнерусски просека в лесу. Это сектор круга. И когда, допустим, рубят просеку в лесу, там, линии электропередач или там для лесодобычи, это не так уж и плохо. То есть плоха – это не так уж и плохо. Это сектор. Давай самый старший из нас скажет что-нибудь. И тогда получается, что нам нужно мыслить вот в этих категориях. Целое – частное, целое – дольное. И тогда будет вот хорошо и плохо – это как целое и дольное – частное. Вот, молодец, правильно. Поэтому целостность человека, поскольку духовно-физическое… То есть надо говорить о целодольном, о целочастном мышлении, мировоззрении. Целостно. И точно так же человечество нуждается в целостности. Я вам говорю, что надо мыслить, да, действительно. Здесь вот по поводу своей сложности я хочу сказать, что это, что, значит, сложность не предполагает Хасайку. Вот это действительно, что это не отказ от упрощения. Но нужно упрощать осторожно. То есть вот эта деликатность состоит в следующем. И самое главное, вот то, что Николай сейчас сказал, значит, части целые – это процесс. Понимаете, в чем дело? Мы должны уметь… У нас должно быть гибкое, осознаваемое, мультифокусное мышление, когда мы переключаемся от целого к части, от части к целому, когда мы движемся. То есть это не статичное мышление, а мышление… А я сейчас скажу, от чего это зависит. Дело в том, что когда человек находится в стрессе, у него внимание фокусируется. Инстинкты выживания включаются в первую очередь. Это естественно, потому что фокус внимания на выживании, и в этом смысле он эгоист. В этом смысле, образно говоря. Он не может в этот момент ничего слышать, ничего видеть. Он в стрессе, он выживает. У него там паника, у него там все оглушено. А вот когда он снимает стресс, у него внимание расширяется. И когда он выходит на эмоциональную дистанцированность от своих личных проблем, когда он смотрит на них как бы созерцательно со стороны, он одновременно и участник событий, и его свидетель. То есть он выходит на уровень возможности абстрактного мышления. Теорема Гёделя об этом же говорит математик. Да, да, да. Замечательно, замечательно. Вот русское внимание и широкое внимание. И эгоисты, и альтруисты. И вот тогда синергическое мышление, ноосферное мышление, космическое мышление получаются как слова-синонимы. Да, совершенно верно, да. Главное здесь еще это идея, конечно, тут идея процесса. И идея, что касается, значит, по поводу телесности. Вот мне очень бы я вызвать, почему там телесность и духовность и так далее, как они, значит, объявляют. Что тело действительно является, значит, что в моей философии, которую я развиваю очень важно, это философия развлечения, умение различать. Различать, находить разности и осознавать вот это вот включение, значит, осознаваемого. Я работаю с таким понятием, как наблюдатель сложности. Наблюдатель сложности, он включен, он находится на границе между порядком и хаосом, этот наблюдатель, он живет. Живет, так сказать, он контактирует, значит, контактирует с хаосом, но вот это на кромке, на этой кромке, значит, вот это, так сказать, проживание. Это осознаваемое проживание, создавание, значит, порядка, но хаос для этого, значит, совершенно необходимый, как подпитка творческой энергии. Вот я правильно. Здесь у нас космос и хаос – это греческие категории, противоположности. Космос – это порядок, а хаос, как бы, разрушение, но это космические понятия, дополняющие друг другу, как плюс и минус. Роман Газенко пришел, заходите, заходите. Этот маленький тоже, тоже, тоже Олег Газенко. Да, давай, привет, 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 привет. Дядя Хасай ушел к самому доброму человеку. Привет, привет, как жизнь помогает? Вот, посмотри, человек будущего, давай, покажись. Человек будущего пришел. Вот. Олег. Олег его зовут. Олег, привет. Газенко, это нашего Романа, сынишка. Как жизнь, как жизнь, какой крутой. Обожала ты. Да, посмотри, только потом сюда опять положишь, потому что это как раз-таки кубик, смотри. Это как раз-таки, как у нас там, Бог играет в нарды или не играет в нарды, и чем занимался. Это игра такая. Да, я, например, могу показать фокус. Шесть? Могу показать фокус, посмотри, Олег, вот сюда, смотри, сколько здесь? Три. А вот так поворачивай, сколько? Четыре. А так? Три. Держи мои пальцы, чтобы я не обманывал. Крепко держи. Теперь, ну, не так, мне больно прямо. Ты вот так держи, чтобы я не обманывал. Теперь поворачивай, сколько должно быть? Ноль. А сейчас? Не, ну, четыре же должно быть, а сейчас? Три. Сколько сейчас? Четыре. А сейчас? Три. А теперь смотри. Одна. Одна. Как это получилось? Молодец. Можно обманывать людей, оказывается. Но это фокус. А чтобы нас не обманывали, чтобы нас не обманывали, не подменяли слова разными смыслами, как раз Аман Газенко этим занимается. Он же психолингвист. Хасай Магмедж, Хасай Магмедж. Природа образования корня слов. Он из корня слов. Хасай Магмедж. Есть понятия, а есть слова. Я хотел только исправить. Бог искушен, но не злонамерен. Он не пикает кости. Хасай Магмедж. У меня такое продолжение. Правильно. Правильно. Отлично. Вот, вот, вот. Роман Попланович. Это любимое высказывание. Одна. Одна. А у вас две. Я хочу, Хасай Магмедж, рассказать, как Олег Романович, благодаря твоему методу выучил стихотворение. Да ты что? Хасай Магмедж, у меня предложение. Значит, к вам пришли гости. Завершите эту передачу. Передайте мне телефон Владимира Ивановича, а вы продолжайте как бы встречать гостей. Мы продолжим это в другой раз. Хорошо, хорошо. У меня предложение все-таки послушать, как молодой человек, не зная Хасая, сказал, что это самый добрый человек на свете, потому что его метод позволил ему выучить стихотворение. А как ты это сделал? Как ты это сделал? Папа мне нарисовал. Тогда мы его читали. На скорости я так запомнил. Помню. Да, а как, а что я попросил тебя ручками сделать, помнишь? Это важный момент, важный момент. Ручками что ты делал? Помнишь, я попросил тебя покачаться, да? Покачаться. Вот весь вопрос заключается в том... Я помню, тогда я улучшил... Он сейчас там вы показывали. А, равновесие. Я стоял на пуфике, который мог покатиться. Я стоял, стоял... А, еще был момент. Да. На пуфике падал. Не мог подняться. Просто... Потом... Потом... Вот он делал. Покачаться ручками, как ты сделал, да. Иди сюда, покажи. Покажи, как ты сделал, да. Сорокин, подожди секунду. И все. Когда человек хочет, он делает вот синхронизацию, то есть снимает лишнее напряжение, при этом настраивается, ему легче настраивается, потому что он снимает лишнее напряжение. Если человек телесно подбирает действия, максимально комфортно и текущему состоянию, то есть соответствующий уровню текущего напряжения, лишнее напряжение сбрасывается, он не застапаривается, не зацикливается, как компьютер. И он все время мыслит лучше. То есть он может лучше сосредотачиваться. Поэтому евреи, когда Тору читают, они делают качательные движения, непроизвольно. Это природный механизм. Поэтому синхрогимнастика, которой я занимаюсь, синхрогимнастика – это подбор действий, соответствующих текущему индивидуальному состоянию. А сам процесс подбора этих действий развивает личность. Вот этот момент очень важный. И поэтому мы потом это обсудим. Я вам покажу учебник, в котором уже это есть в рисуночках профессора Матвеева Анатолия Петровича, синхрогимнастика. А, что это у тебя? Это он специально для Хасаев в Твери купил мармелад. Ой-ой-ой, держи, держи. Спасибо тебе огромное. Прическа у тебя такая. Ты как будешь героем фильма какого-нибудь. Вот Роман у нас сделал документальные фильмы, а там будет новый персонаж. Коля, я понял, я дам Аршинову твой телефон, да? Коля. Да-да-да. И мы потом все вместе еще поговорим. Да. Я просто хочу сказать Владимиру Ивановичу, что я 20 лет работаю над созданием новой науки бонетология, которая выше метрологии, выше кулитологии. То есть вот об этом. Ну и тема основы лексикологии, лексикографии, словарное дело, умение работать со словарями, справочниками, энциклопедиями. Это тоже терминологический ряд, это тоже моя специализация. Это академический уровень. Очень замечательно. Друзья, я хочу одну вещь сказать, что я вчера начал смотреть наука логика. Раньше у нас были учебники у школьников логика. Я сейчас рекламирую, а не переездят. Да? Все сталинские учебники логики переездят. Вот Роман сейчас их, как говорится, рекламирует, чтобы их издавали, да? Нет, они изданы, их сейчас просто бешено покупают. Очень важно, потому что там логика – это логическое мышление, да? Смотрите, когда человек в эмоции находится, я сейчас скажу в завершении очень важную вещь, как психофизиолог. Когда человек находится в эмоции, у него разум закрыт, потому что внимание сужено за эмоции. Ну, вот он по какой-то теме, потому что эмоции – это точка зрения, это очень свернутая точка зрения. Я добавлю, у многих людей… А разум открывается, когда эмоций нет. У многих людей кругозор сжимается в точку. И они называют это своей точкой зрения. И тогда рождаются фантомные идеи, за которые они паранояльно цепляются, подобно ребенку. Критика снижается, потому что… Да, просто есть рефлекс, Хосе, да? У маленьких детей. Да. Когда они… Им кладешь палец, они хватаются, да, и все. Такой взрослый человек, когда хватается за простейшее объяснение какой-нибудь чуши, типа того, что русские строили пирамиды или кирчаки создали великую цивилизацию, он не просто подобен такому ребенку, который хватается за эту чушь, а он подобен обезьяне, которую африканцы ловят живьем, чтобы у нее живьем потом очень дорого ели мозг. Они кладут банан в узкий кувшин. Обезьяна хватает этот банан, и когда подходят охотники, она не может разжать кулак. И тогда ее берут живую. Рефлекс не дает отпустить фантомную идею. Та же самая история. У нас есть, к сожалению или к счастью, уровень реагирования на основе инстинктов и уровень более высокого реагирования на основе потребностей человека. И вот это когда инстинкт выживания, человек может, подбирая себе действия с синхронной текущему индивидуальному состоянию, выходить из-под власти эмоций, где он хватается вот так вот. Бей, беги, стих выживания, оцепене и так далее. Когда он выходит на свои потребности, а самая важная потребность человека – это в созидании. Потому что человек по природе – творец. И вот как раз-таки к этому мы придем в следующей беседе. Да, друзья? Я Роману Газенко и его сыну Олегу передаю привет о теме Туранского мира, связи с Кипчако-Агутским миром, темы Великой степи, Туранского мира. Это можно сделать отдельную тему. Не нужно, не хочу, недостойно дискуссии. А в данном случае… Я же сказал, недостойно дискуссии. Ну, в данном случае это ваше личное мнение. Действительно, мы… Ты можешь давать любые оценки, мое личное мнение или не мое. Я говорю, что для меня это недостойно дискуссии. Ну, ради бога. Ну, тут у нас идет наш эфир. И тема Туранского мира в Великой степи – это моя специализация. Ради бога. Я просто привел пример очередной фантомной чушь, за которой люди хватаются, как обезьяна-забана. Очень много у нас запутанностей в интернете. Очень много телевидения и очень много интернета, когда ради того, чтобы повысить рейтинг, такую чушь дают и такой, и фокусы показывают, и там разные вещи делают. И люди сейчас в условиях неопределенности хватаются за это, как утопающий за соломинку. Наша задача, школы «Человек будущего» – хомофутурус, выводить людей на дорожку здравого смысла, чтобы он научился управлять эмоциями, потому что за эмоциями он истины не видит. И поэтому мы там занимаемся, допустим, синхрогимнастикой. Это подбор действий с синхронной к текущему состоянию, которая сам подбор развивает личность. Это очень интересный подход, потому что это мышление не по шаблону «делай, как я», а мышление «ищи, как делаешь ты», чтобы ты выходил на самого себя и чтобы ты открывал себе Творца. «Друзья, спасибо вам большое. До встречи». Я вам скажу, что это кибернетика второго порядка, телесная кибернетика второго порядка. Очень похоже на это, да. Это именно вот это. Благодарю за определение. Очень точное определение. Браво. Браво, браво. Это же Аршинов. Конечно, Аршинов скажет. Люблю точные базовые определения. Могу пользоваться? Прошу прощения. Конечно, конечно, дарю. Это ВКонтакте. Аршинов, который привез в СССР, привел в СССР синергетику. Был главным редактором книги «Уроки мудрости». Главный научный сотрудник института «Уроки мудрости». Я сам, чем горжусь, порядок из «Хаоса» Стенгерс. Пригожий Стенгерс. Вот я был редактором этой книги вместе с Климантовичем и вместе с Юлием. Похоже, вы еще Сергея Норку должны знать. Да, наверное, да. Ну да, понятно. Конечно, очень интересно. Я Владимиру Ивановичу скажу, что нам нужна академическая кибернетика, управление наукой образованием. Вот это самая главная тема. Я Аршинов в свое время познакомил с Мишей Лермонтовым, а потом я смотрел, как они там в здравом смысле... Да, пусть меня не видят, я человек скромный. Я хочу, чтобы вы видели нашего Газенко, потому что это потомок автора космической медицины Газенко. Не надо, пожалуйста. Ну что, тоже скромный. Мы все скромные люди, да. До встречи, друзья. Слушай, это будет шикарно. Это будет шикарно, потому что мы ищем братьев по разуму в космосе, а самое главное найти их на Земле. Потому что очень много людей на Земле думают, как мы, если задумываются как следует. Но друг друга не могут найти. А мы как раз эти... Я считаю, что мы братьев по космосу найдем, когда найдем их на Земле. Я помогаю найти брата по разуму в себе. В себе. И когда мы находим себе, мы находим и между друг другом. Давайте алгоритм поиска. Алгоритм поиска надо различать между признаком и знаком. Все хватаются за признак, и тогда смотрят на картину Барлаки на Волге и говорят, это репет. Это признак, это одна из проекций знака. По треангуляции через несколько признаков можно выстраивать версию, потом ее проверять, еще следующие тройки признаков. И только тогда смотреть по динамике точек, насколько точно это подтверждается косвенным признакам. Но не наоборот. А все хватаются за признак. Я сейчас занимаюсь, знаете чем, семиотикой тела. Ох, еще один момент. Поскольку мы понимаем, что тело вписано в разные семиотические системы, в течение даже дня, одноличность вписывается в разные семиотические системы. Когда он говорит, что сосредотачивается, он покачивается. Да, я покачиваюсь, я знаю, я покачиваюсь, похоряю. Не только про меня, это по природе. И по природе, да. Потому что человек, когда сильно сосредотачивается, он пытается снять лишнее напряжение инстинктивными, повторяемыми действиями. Это все так делают. Красавица, у меня вот есть привычка, я вот такую бумажку кручу уже с детства. По привычке я вот такое повторяю мое действие делаю. Вот у меня такое повторяет. И вот четки появились, и рок-н-ролл потом пошел. Понятно, да. Давайте, друзья, до связи тогда. Да. Спасибо. Я считаю, сегодня знаменательный день. Поздравляю вас, и нас, и всех. Во благо. И человека будущего. И вот он, человека будущего. Вот это хомофутурус. Во, хомофутурус. Вот так. Ради них, ради наших детей, внуков и памятников. Вот наш смысл. Мы стараемся. Мы стараемся. Как говорили русские космисты, будущее – наша единственная цель. Правильно. Все остальное, все остальное прикладное. Правильно. Ладно. Привет, Самары, Солги. Я иду с пляжа, поэтому вот сижу возле подъезда. Дождик идет. А вы где, где находитесь? В городе Самаре. А, понятно. До встречи. У нас тоже дождик. У нас тоже дождик пошел, да? Хосе Алиич, пришлите мне телефон Владимира Ивановича, и мы с ним созвонимся. Да, да, да. Это мы так и сделаем. До встречи. 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 До встречи.